хорошо а зачем а зачем вообще сейчас еще кассетами торговать если есть интернет а вот я рассказываю а вот интересно вот человек спросил он купил эту кассету да кстати на дисках есть тоже разделы где не только винилы можно купить старые там новые любые да там или компакты а где есть вот допустим кассеты и там есть целый раздел 5 7 кассет которые проданы тысячными тиражами слова бога 100 бабло со вообще никакого не получил те кассеты которые мне в общем-то подарили да вот эти как бы владельцы этого лейбла их раздурился бутыльника брать не буду вот как бы я шел там с клуба квартира клуб я вот приходил у меня был там в рюкзаке 23 сказать я всем просто дарил кому-то расписывался кто просил ты не просил просто горе суши влад подари кассет короче дарил эти кассеты а вот вот эти тиражи они не все были проданы наверно да они где-то зависали да там и а вот сейчас их как бы люди как бы а это является фетиш то есть их продают до сих пор и люди когда он спрашивает сушить старику то без прикинь кассета там 98 года до 99 изданная вот она лежала где-то да кстати продано большинство вот есть проекты где кассет уже не продается продается экспериментальный вот был такой проект бахус он константина музырева и мой собственно проект он под продал полностью поддоль да вот слава богу я не получил ничего кроме кстати я его нашел какие-то мастера его переиздал и даже попал там какую-то сотню русского russian альтедотов на itunes до два раза попадал в какие-то сотни с этой старой записью но я ее перемастерил как а вот эти записи которые люди пишут час они не перемастерены они записаны это фактически запись живая да со студии с концертов естественно но она имеет специфику она не совсем современная далее там визов много плюс как бы особенность пленки да вообще пленка когда до хранится и цифра да она меняется да его человек купил его поставила тем более помнишь какие в совке были кассеты до кассеты были не лучшего качества это не хром не металл кассет это кассеты такие знаешь что подешевле турецкого какого-то китайского производства болгарского болгарского я не знаю помню чтобы так сказать студийная кассета даром и ясно что они со временем деформировались поэтому мне тут я пишу целые какие-то белобадом объяснение это нормально что вот почему почему запись не совсем такого современного качества а при а прикинь через сколько-то лет интернет тоже будет портиться каким-то образом знаешь разове законе синтетический вирус будет который грызть и потом вот наши ну грызть эти не жесткие диски сейчас уже твердотельные диски на которых это все хранится где-то там в недрах и потом запускаешь видео и там твое лицо и скажи скажи исказившийся ужасное такое голос такой скрижещущий и все человечество борется с вирусом который пожирает интернет вот вот бы дожить до такого прикольно было да и вот да человек спрашивает про мастер копию да и это дай бог это нельзя слушать зрители может ты знаешь помнишь еще были вот кассеты были бобины такая крутится хорошая вещь как все знают мы знаем а даже тоже молодое поколение курсе дальше были compact диски хуже многие видели а еще была такая фишка это беде диск это такая квадратная штучка вот его вообще придумали чтобы были плееры для беде дисков да вот я был когда поле второй раз берлине я чуть не купил плеер для беде дисков и зря не сделал почему потому что беде диск кстати надо посмотреть китайских магазинах у меня осталось очень много записи концертных еще каких-то до этих беде дисках это был стандарт который не пошел широкий но это был скорее профессиональный стандарт вот скажем так звук там я не сказал бы чтобы был профессиональный потому что параллельно почти появилась писалка онлайн на сиди то есть у моего друга была мы стали просто до каких-то концерты диджейские сеты и она писала вот прикинь отключаешь рекорд и просто отписывает матрицу да и а здесь обиде диск это такая штучка и очень любили до свадьба хлопухи всякие использовать знаешь потому что ее можно было перезаписывать диспетное количество раз до нее на мини диск то можно было ставить метки да и вот играть там допустим а теперь песня группы дипеш вот наслаждаемся тишиной желающие могут лечь под столы и расслабиться не раз там чик 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 это разбить а там размечена метки стоят включил да и там поиграла фанела фанера enjoy the silence а какой-нибудь лапу спел там туда туда и приятный буритонов исполнил композицию вот ну как бы вот мини дисков тоже эпоха закончилась и вот получается что многие записи их надо согнать это легко делается на самом деле с медиска уже кстати был выход такой специальный кабель оптически чтобы согнать можно было в цифру сразу но это ладно слушать это вообще полный да это мы немножко отошли лёшка поговорили о культуре хорошим то что нам интересно вам вообще нахер не надо я так понимаю да вообще да кстати да и вам лишь бы да просто развлекаться хотя бы многие люди это вспомнят не знаю меня просто вот эти вопросы с медисками окунули в ностальгию я даже открыл шуфлядку и посмотрел на эти медиски они сложены в такие знаешь для русскоязычных наших слушателей надо слово шуфлядка объяснять на самом деле не все немногие в курсе что шуфлядка это вот я даже не знаю как по-русски это сказать ящик стола вот ящик стола когда ящик стола открываешь вот это вот этот ящик это шуфлядка в беларуси называется имейте в виду немножко немножко белорусского хотя это кстати с немецкого скорее всего пришло конечно вообще немецкое в других языках тоже кстати используется и в русском по моему тоже вот я тебе могу сказать что в москве не понимают когда я это говорил всем привет вы видите и слышите стефаныч альбертыч а это значит что в ваших наушниках на ваших экранах вы дождались шоу пекин их жилетов альбертыч и стефаныч клевещут возвращаемся к беларуси в нашу милую маму как любить беларусь нашу милую маму требу в побывать пела группа нрм я опять опять александр григорьевич делает такие штуки которые вызывают вопросы он сходил в сизо и пообщался с этими людьми которые должны были быть кандидатами в президенты на которых он посадил выглядело ну это вообще странно выглядит то есть зачем то есть если ты хочешь что-то обсуждать с людьми наверно ты должен быть на равных с ними то есть как минимум выпустить их из тюрьмы если же ты что-то то есть ты а то есть если бы хотя бы там пришел и там орал на них какого хера вы это все устроили да я вам тут еще я вас вообще на хлеб и воду посажу в карцер давайте это прекращайте эту всю нет он с ними типа общается как будто они там чем-то руководят из тюрьмы своей то есть он бабарико тихановский был знак это все из координационного совета бабарико тихановский это которые должны были быть кандидатами в президенты не было колесниковой потом вроде как выяснилось что она отказалась ехать а с другой стороны например бабарико тихановский говорили что они вообще не в курсе с кем это будет встреча когда они туда приехали что это будет лукашенко в общем ну и то что они там говорили это они думали что это будет крокодил гена чебурашка или какой-то фантастический не ну может караник будет то есть министр мвд а может их личные вообще кураторы из комитета то есть ты знаешь они же как бы всегда не прицкали сложно предсказать кстати ты смотри как в принципе не доработал допустим тарквимана да во время инквизиции в испании да он мог заявиться в тюрьму данном собрать местных так сказать еретиков дик ночи были сказано хасидов и других людей которых совершенно незаконно содержали в тюрьме и начать с ними диалог сказать вы знаете а вам не кажется мои дорогие товарищи что вы неправильно понимаете как и новый завет так и старый вот и при этом он эротично подкручивал бы ручку дыбы или или сильнее затягивал испанский сапог вот это просто шнурочек дергал а потом говорил слушайте а давайте теперь послушаем гражданину какой-нибудь там депиола который очень нехорошо вообще интерпретировал с точки зрения гностической до новый завет а при этом он сказал а вы его знаете посадите поудобнее при этом вы знаете там уже был подготовлен колор раскаленный да и эротично присев на этот кол какой-нибудь депиола а начал бы рассуждение и действительно весьма гуманную дискуссию с гражданином торквимада да за счет в общем то всех этих перипетий а кстати это новый опыт я вот ни разу не видел чтобы допустим гражданин путин ездила в матросскую тишину для того чтобы пообщаться с а зачем ну это уже вошло в моду надо а вот мысли вошло в моду а а вот ты знаешь белоруссия сейчас законодательница мод а вообще не только в европе но и в мире вчера допустим известная ситуация когда бабки объединились с футбольными фанатами анархистами и устроили в центре минска беспредел а это мы потом поговорим это дальше давай давай мы еще дальше офигительная история это часть бренда я я почему-то слушай стефаныч почему эти периодически прошу не сразу это говорить потому что когда мы это говорим я хочу показывать еще и видео вот о чем ты говоришь ты понимаешь меня надо параллельно сейчас найти поставить с этими бабушками это надо показывать это просто с бабушками где вообще лично даже понимаешь есть вещи даже за 6 такой фильм был вернее ты уж как быть человек пара молодой его смотрели на кассетах а люди постарше было название вселики смерти то есть это худо извините пардон документальный фильм те а продемонстрированы собраны сюжеты документальные о том как разные культуры или в разных культурах относятся к смерти при этом разные способы умерщвления разные ритуалы и так далее причем многие ритуалы до это понятное дело мир многогранен и многолик а многие могут вызывать отвращение там ну и хорошую реакцию и так далее и при этом вот я сидел как бы помнится в компании друзей здесь которых было несколько дипломированных и все врачей психологов и так далее им было тяжело наблюдать многие сцены до которые там демонстрируют как ни странно вот я наблюдал совершенно нормально мне не вызывало это отвращение и так далее так же как оказание первое медицинское и второе медицинской помощи да я вот не боюсь там цвета крови но так вышло кто-то боится но созерцание то что сделали с пенсионерами понимаете вот есть вещи которые запредельными являются да даже для моего полу чувствительного сознания вот то что там они вытворяли это конечно уже за пределами но он моральных и аморальных норм поэтому мы за последние два месяца уже много всего видели аморального то есть как каждый раз вот это вот это уже за вот это за вот это постоянно может быть из-за любви к пожилым родственникам к своей маме и к моим близким и родным к моим по моим бабушкам а мне это тяжело смотреть а тем паче пенсионеры в наших странах и в белоруссии в россии они очень похожи одеваются ты не то что там мода так просто удобнее может быть дешевле это все это напоминает эти образы этих людей каких-то близких людей до родственников и так далее да это смотреть страшно конечно понятное дело не в моральном и эстетическом и в каком-то религиозном смысле прощение этому быть не может этим людям которые в этом участвовали но когда и никому и дикак вернувшись к этому документальному фильму леки смерти я его на самом деле смотрел мне я помню что и оттуда вынес точнее вот оттуда у меня появилась мысль что вообще людей как-то хранить или с их телом надо что-то делать то что полезно будет вокруг мне там ну так в кавычках понравилось когда в каком-то из племен я уже не помню по-моему в каком-то африканском они мертвых уносят просто чтобы их птицы съели как бы это логичная ну логичная штука и когда вот смотришь на огромное место которые занимают кладбище в наших странах думаешь вот ну то есть кладбище мне нравится кладбище там мне вот интересно ходить смотреть то по хорошему это настолько бессмысленно в некотором смысле для будущего и вообще ну это христианская вера это христианская да вот как бы да пытался кейт ричардс помнишь из группы роллинг стоунс есть такие некоторые даже весьма обоснованные сплетни что прах своего собственного папаша смешав с кокаидом снюхал а вот через трубочку и заметь первое пепла не осталось да нет я поясню нашим зрителям на самом деле он его батя завещал чтобы он прах рассеяли под деревом которое должно было еще вырыть то есть кейт ричардс должен был вырастить дерево кончен вырастил этот прах там держался сколько-то времени он пришел к этому дереву и когда развеивал прах ветер дунул что часть праха ему в лицо попал естественно он вдохнул потом это уже стало вот такой легендой что он смешал с кокаином занюхал это все понимаете это красиво да это вот вам пример как американская пропаганда да самые такие темные страшные поступки миллионеров рукодрольщиков скрывает под экологию вот обратите внимание появилось дерево еще собака вышла туда поссала до чтобы дерево как говорится заветвилась лучше то есть обратите внимание все переведено в экологическую фишку как красиво грамотно да стефаныч тебя опять будут комментариях сумасшедшим леваком обзывать понимаешь ты вот такое пугаешь людей в современном мире когда все воспринимается прямо просто вот знаешь то есть ну как будто знаешь поколение без воображения растет абсолютно ты вот такое рассказываешь и они они же пугаться будут они будут думать ну ладно давай вот все таки по-твоему нафига лукашенко встречался с этими зэками блин которые сидят в сизо уже полгода да это люди политзаключенные в основе своей массе не считая кто похож преступлением не будем уже распределять кто за что и как сел он же с ними советуется подожди он с ними советуется как дальше такой вот ощущение как будто он пришел типа ребята давайте решить решим что делать будем вот как во первых это чисто конечно шаг популистский да это в пользу бтф пользу каких-то государственных каналов где показан хороший царь да который пришел и который любит своих этих сраных заблудших овец подданных более боярин пришли оба не то что бояра вообще говно какое-то смердов да которые вообще не благовидно плохо себя вели а он просто сошел до их уровня пустился по вытоптанным кривым ступенькам в казематы крепости где они должны приложиться к его руке раскаяться кстати два человека три раскаялись и попроситься жить прежней жизнью быть хорошими мальчиками девочками и так далее при этом он их погладил по головке дал почупа-чупсу сказал нахрена вы выкалывались я же вам говорил что не надо что придете и я вас накажу до ремнем в темном закололке здесь опять же есть другая фишка уже политическая то есть эротично добегнуть россии что в общем-то ситуация так не такая потому что выступила несколько дней назад даже фамилию забыл не очень значительный или вообще незначительный русский политик какой-то там руководителя госдумы по политическим вопросам женщина средних лет это то поколение которое пока активно не проявила себя в русской политике но она воспитана путинским режимом и она со временем собственно еще покажет кузькину мать всем и там было заявление конкретное даем вам полтора миллиарда давайте снимайте ваш этот собственно флажок белорусский вывешиваете триколор потому что это стоит вот таких бабок при этом больше вам денег никто не даст то есть совершенно конкретное заявление такой бэс и дзэ батл from the так сказать пола бэнт рашин то есть из русской дубы с приветом из россии с любовью то есть ребята любые деньги надо отрабатывать такой вариант да это как бы и главное заявление это как говорится ли песков с путиным на бояре там сыграли до дотки до свистели это совершенно другая история да но тем не менее а ответ был вот такой а подружусь с оппозицией вместе взявшись за руки пойдем к достижению вечных каких-то идеалов до победил с польшей литвой всех выпущу возьму допустим и вбс еф посредники начнем переговоры а вот при этом начну торговать каждого политзаключенного по два по три миллиона кого и за десятку кто сколько стоит в результате вытяжу себе помощи из других источников это типичный феодализм такой вообще офигительно конечно 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 феодализм как бы и жив потому что в россии в белоруссии вообще режим это феодальные в россии еще можно хотя бы это какой-то олигархическим феодализмом еще хоть как-то назвать знаешь такой ну знаешь какая-то олигархократия или даже за ахлократия может быть но ты знаешь есть части россии который где рабовладельческий струй да то есть это приходной от рабовладельческого феодализм это где-то в республиках закавказье где захватывал обеспеченных людей и рабские работают да то есть они работают на хозяина вообще за бесплатно за похлебку за поспать и чтобы по голове не дали то есть там самом деле обратим внимание это такой переходный то есть если республики феодальные скорее да а есть в общем-то перешедшие в такую первую стадию такого жесткого брутального феодализма где есть в общем-то крепкая центральная власть которая назначает в общем-то местных опричников которые дают по заднице то есть кое-где бывают выборы история да там хабаровский с фургалом кто-то кого-то не так выбрал и ну как бы до сих пор тоже та же история что в беларуси а просто обвели каких-то там людей которые чем-то недовольны вытирают токи и вот последний разгон жесточайший брутальнейший в хабаровске собственно это подтверждает кстати у меня есть знакомые в хабаровске соболезнования знак уважения этому городу который попытался отстаивать свое мнение давайте правильное но свое вообще скажем что сейчас в мире вообще проблема с отстаиванием своего мнения и в принципе любой человек который не боится что-то сказать уже в современном мире вызывает уважение потому что это практически везде сейчас просто силой пытаются всех затыкать но вот давай сейчас попьющие 100 нет нет сейчас после этого твоих слов нужно прийти к статье на английском языке с nm и ай которую я прислал а джонни роттани да для меня это принципиально это вокалист бывший группы секс пистолс и создатель проекта пилы public image limited которого во всей прессе зарубежные начали клейбить и называть расистом по всячески удержать и так далее а вот вам пример полного отсутствия не то что альтернативного мнения взглядов а полного вообще понимания предмета о чем или о ком идет речь и полного неприятия да или агрессии к человеку который не то что он имеет другой взгляд который просто всю жизнь по жизни занимался эпатажем в чем история один раз или несколько раз лайдан во время интервью и по жизни отдел футболку с трампом так где было известная детская слезливо слюнявое изречение трампа которая появилась из-за слабости мы сделаем америку великой но в самом деле не надо заявлять это доделать это ясно он отдел эту футболку да и тысячи людей да там они не были фанатами любители при понимали там творчество секс пистол слайда они стали его называть того расистом сволочью там суки дурсы да вы так далее во время того из интервью какой-то мальчике даже не знаю кто там написано какая-то фамилия на таких мальчиков и девочек их там 100 появляется за день а тысячу до утра убирает ли куда-то девается он задал и начал хамские вопросы ему задавать и просто хамил ему да в интервью откровенно при этом не задавал вопросы о творчестве а задавал вопросы какие-то политические причем совершенно это дело безграмотный позор а и тут а он получил очень странный необычный для либерально такого доброго общества да как принято да вы час отпор ладен ему дал просто по морде просто добил борту а мальчик а мальчик не знал кто это да то есть он сдал нет он пришел к связи не так вот да хороший вопрос задал 10 баллов ты пришел к вакаристу секс пистол значил да и стал его просто лажать до обгавнивать да откровенно и вдруг ты получил просто вторец да и тебя просто отфигачили да он да потом уже там пару раз вроде пинков пинков дал кто-то из его группы его под жопу смачно зарядил пендеря но честно если я присутствовал и я бы не то что ясно подписался за такого прекрасного человека до отвесить пинделя такому чуваку с удовольствием я не понял только фишки там контекста вроде он был темнокожим это это кстати вы понимаете почему мы со стефаны чем как бы видеоконференцию делаем потому что если бы мы вместе были бы мне периодически пинделя отвешивал тоже поэтому имейте в виду он он воспитан на секс пил стулс как на секс пистолс как раз да и ну как бы тело в том но отвесили отвесили да набери морду но чувак как бы обратите внимание вместо того чтобы как в прежние хорошие времена сказать посмотрите да там отфоткать и сделать майки сделать бизнес вот смотрите бакларен свое время с вивьен весту да они там делали на эпатаже деньги да собственно продюсер секс пистолс который можно сказать их создал вивьен вестут это величайший наверно самый великий из ныне живущих модельеров до мировых один и жена макларена в какой-то промежуток они потом развелись нужно бакларен тоже еще там не подарок ладно не в этом дело он уже умер уже покойный человек бог с ним а вот они рвали старые пиджаки сшивали их нитками продавали как за новые модели да причем покупали курьбы старые там не знаю брендовые модели а делали из них полные какой-то хрени и в общем то да оде это эпатажно плюс к этому кстати к вопросу чешотов он надел чешот с надписью там сделаем америку великой в свое время вообще секс пистолс после возьмите старые картинки и появлялись чешотов с изображением красной звезды серпа и молота и простите никто очень будет сказано свастики даже то есть они постоянно любыми способами эпатировали публику при этом макларен в общем-то поддерживал этот эпатаж постоянно был создан фильм великая рок-н-ролль и надувательство смотрите это все весело спешно и так далее а далее свое время когда появился пил и в эджин music допустим они в англии не хотели сдавать регги они не хотели издавать к это музыка которую играли чернокожие или смешанные составы первую очередь лайден сделал все чтобы эта музыка издавалась регги иска то есть это человек вот такой россия сказал да далее о он старый человек у него есть извините дети и у него дочка замужем за темнокожим молодым человеком у него темные внуки до чернокожие и при этом после этого вот его теперь пытаются ты просто смотри сейчас время не образованных ничего не знающих не разбираться в вопросе радикалов которые просто я я я даже не могу вот я даже не понимаю почему не должно быть расизма вот серьезно это если если просто люди не будут знать что такое бывает они не смогут ну к этому подготовиться что ли как то или если человек носит свастику он не фашист фашисты это вот то что сейчас в беларуси происходит вот это реальный фашизм если они не носят свастику и форму этого кто 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 кстати форму рейху придумал какой этот модельер я забыл неважно неважно беларуси беларуси происходит а в самом деле не фашизм дорогой альбертович это сада мазохизм то есть они совершенно безоружные понимая что их отфигачат подставляются а другие вооруженные до зубов их избивают и получают удовольствие поехать и появился репортаж где какие-то менты с ровно до стали в ряды и пропускают каждого человека избивая при этом это было это как раз было вот в первые дни на на кристина при этом на их лицах можно прочитать невероятные небоверные удовольствие от этого процесса давай сначала вот марш марш пенсионеров в общем в беларуси сейчас знаете как интересно уже как народ как-то сам так стал делать то есть каждый день выходит какая-то определенная там или профессия или слой населения там эти в субботу женщины в по понедельникам пенсионеры вот вчера произошел в общем-то вот этот марш пенсионеров в общем-то сейчас наблюдаете как опять неизвестные лица в балаклавах распыляя газ в лицо пенсионерам пытаются их разогнать с главного проспекта беларуси ну потому что это же самые опасные элементы и это к тому опять если кто-то не верил что лукашенко там поддерживают какие-то маргинальные маргинальная молодежь не поддерживает то вот вам пожалуйста пример что пенсионера куча пенсионеров вообще самый ядреный электорат лукашенко всегда был всегда женщины за 50 лет голосовали за него пожалуйста вот они выходят и их это очень если взять вообще даже минск да это там сейчас подожди я тебя перебью вот прямо сейчас показывают вот пенсионеры бегут через проспект независимости потому что там стояли медики из первой клинической больницы вот это здание это первая клиническая больница к ним приехали омоновцы их посадили в автобус чтобы забрать пенсионеры побежали их отбивать вот смотрите что происходит им что делают чтобы пенсионеров отогнать мол ну конечно во первых мало то что врачей забирают зачем да это смотри да вот обрати внимание да вот эти врачи это очень хорошие люди дело в том что это связано вот лично со мной родился в первой больнице это люди которые очень душевно относились к моей жене мой отец но я родился это ревью из ходился тоже они помогали то есть это люди которые там не самые лучшие условия там много чего очень много чего не хватает но это люди которые очень душевно пытаются действительно насколько это возможно в разных обстоятельствах я видел там разных людей которые грубовато может быть немножко по-хамски но это люди которые до деле вот то что касается дела они действительно пытаются помочь людям и вообще их арестовывать за то что они вышли но слушайте да вообще кого-либо арестовывать ты человек выходит мне не нравится вот ты просто выходишь лишь мне не нравится да ну вот ну вот у тебя так накипело ты хочешь выйти об этом сказать почему тебя должны риск я просто вот это я у меня не приходит это даже не как никаких параллелей не приходит мне знаешь рассказывают опять там в сша там негров убивают у вас тоже там разговаривают вы себя просто не представляете насколько это разное вообще что строится в белоруссии как то есть в сша тут просто вот когда человек возмутился он реально начинает вот тут агрессия просто валит действительно в белоруссии этого нет и все равно даже этих блин цветочков дружочков пирожочков понимаете плюшевых идут и херачат дубинками пенсионеров газом заливают медиков сажают там уникальные уникальных даже специалистов медиков сажают которых на страну 1 1 2 человек понимаете всем похеру я уже молчу о том что опять ковид этот начинается насрать на все главное чтобы всех посадить каждый день по несколько сотен сажается штрафы делать я я это вот уму непостижим я на это смотрю этого не этого нигде такого нету нигде в мире такого нету и не происходило никогда это какой-то ну не знаю фашисты против котят знаете такое ощущение но я шучу шучу смотрите там уже стефаныч уже скептически да да понимаешь конечно это не вас и убийство среди штатах америки это развлечения где все друг друга бьют кто-то кого-то бьет кто-то заливает газом на самом деле это не газ а духи шанель номер пять да мы просто не знаем да мы не знаем что там это тоже подожди это один из известных нет из частых комментариев типа как вы можете что-то обсуждать если вы не знаете всей картины вы же точно не знаете что там лукашенко делаете на что он да вы знаете всю картину знает только господь бог если уж так возвращаться к истокам человек вообще в силу ограниченности своего сознания вообще всю картину знать его что ты видишь да вот любой человека он ограничен своем сознании потому что у человека ограничено ощущения человек оградите это восприятие человек а не ограничено только воображением сrich помощью которой он может создавать отдельные яркие образы человек вообще очень ограниченное существо кто в темноте нормальный вы видят намного лучше человека и увидит такие вещи которые человек не видит да поэтому человек в принципе ограничен поэтому то вы не видите всю картину конечно не видим ее никто не видит и никогда не видит и не может осознать сразу во всех проявлениях во всех взаимосвязях это совершенно нормально это вопрос об ограниченности человеческого сознания и вопрос вообще о познании познание человека это лишь маленькая субъективная попытка описать существующую реальность все человек вообще наука не может претендовать вообще не до какую-то объективность это все эфемерные какие-то не знаю истории придуманные учеными до человек жутко ограничен он лишь пытается интерпретировать и писать какой-то маленький кусочек окружающей реальности конечно мы не видим объективно всю квартиру и мы не сможем увидеть и когда слава богу а почему вы сдали потому что если бы видели всю картину вы просто сошли с ума наш мозг бы просто не выдержал всего от всего объема огромного информации вот и все или достигла просветления и знаешь как будто под деревом сидели бы но в общем то наше вот это общение со стефан еще мы есть какой-то попытка понять что хоть в каких-то местах происходит и то что вы комментируете другое другое взгляд на все это собственно вот для этого это все и создается чтобы с вами это обсудить вот следующая вещь которую я хотел как раз с тобой обсудить избили брата дарьи домрачевой вектора домрачева кто не в курсе дарья домрачева многократная олимпийская чемпионка герой белоруссии звание героя вручил александр лукашенко и в общем то с начала всех этих событий она а жена бьерна далина тоже многократного олимпийского чемпиона норвежца это не просто олимпийский чемпион это гений биатлоны ну а домрачева нет нет как доброчева будут рождаться спортсмены они будут делать то что сделал бьердалин очень сложно представить человека который бы смог совершить такого рода взять такое количество наград и вообще поставить такое количество рекордов не только обратите внимание в биатлоне да и в лыжах это уникальнейший человек это человек которого это гений биатлона и лыжного спорта такие люди рождаются может раз тысячу лет таких людей даже близко не туда в спорте которые бог могли сравниться с бьердалин это звезда на все времена это как бубка был да может быть кто-то бьерды бьердалин опередит но это еще тяжелее чем сделать с бубкой это по количеству наград побед рекордов и так далее то уникальнейший вообще человек ну так вот дарья домрачева но это и это пожалуй самое самый известный спортсмен и самый влиятельный спортсмен в беларуси прямо скажем и со времен в общем то сначала всего этого она там в начале по 10 или 11 августа что-то написала по поводу давайте жить мирно и вот вчера ее брата избили вот собственно видео мало того что его просто избили так это еще попало на видео потому что никто не знал что это брат тут всех снимают вот как его задерживают он ехал на велосипеде и вы он ехал на велосипеде просто без без флага без ничего вот сейчас вы видите как его бьют по голове ехал на велосипеде который он купил 10 лет назад на ехал к маме как говорят ехал вообще не на митинг ехал да да и он кстати там оба доброчевой тоже да и он потом интервью говорил что я в митингах этих не участвовал вообще то есть вот пишут никита брат героя беларуси биатлонистки дарьи домрачевой дальше вы еще увидите как его это плохо да он попал в полицию избили да это очень больше двух суток сейчас домрачева один из тренеров китайской сборной по биатлону она находится в китае там на сборах она никак целых двое суток не комментировала произошедшее и вот сегодня наконец появилась сообщение от нее у нее в фейсбуке что она написала я абсолютно точно понимаю что мой публичный гнев не решит общественных проблем возможно это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся получить чье-то одобрение возможно душе станет легче но к цели точно не приведет мы все видим что в стране проблемы а чтобы способствовать их решению бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять арестовывать и дубасить людей на улицах не важно случайно оказавшихся в горячих местах или намеренно твоих чьи-то близких или нет все одинаковы пока очевидно что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности усугубляют ситуацию накаляет обстановку на данный момент я пока не вижу того своего шага совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране а вот со стороны государственных органов чтобы урегулировать ситуацию решить проблемы людей должны найтись идеи поинтереснее чем завалил арестовал уволили не в первобытном же веке живем нужно всем успокоиться и все обсудить возможно это приблизит к заветной цели справедливой мирной спокойной красивой развивающейся стране да звучит абсолютно вот знаете действительно ни о чем просто ни о чем это максимально да да и ты вот слушал да и вдруг у меня появилась такая вот идея мысль вот а кто да вот а смотри в любом комментарии да по поводу даже близкого человека ведь лежат часто в основе личные отношения а кто вообще сказал что добрачева добрачева как там правит произносится вообще любил или хорошо относилась к своему брату вот ты представь сколько себе и где между братьями и сестрами совершенно плохие отношения а дело 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 не в хорошем отношении а в том что это конкретно вот касая ну это коснулась конкретно человека которого ты знаешь просто вот и все хорошее или плохое отношение и те отношения которые есть близким человеком они влияют на ту эмоциональность или так сказать радикальность высказывание которое присутствует поэтому поэтому здесь очень важный момент а не только политическая вообще добрачева не политик это женщина которая всегда получала из из со своих достижений а выступала на дне всегда удачно это не бьердалин супер звезда которые выставляют и который почти всегда приносит медаль в зубах да это человек у которого были спады падение как у любого спортсмена у любого человека но она всегда видела вообще личную цель лично для себя а что для нее значит брат или не значит какие у них были отношения не хочу даже этого знать и это могло совершенно спокойно сказаться на ее отношении да и комментарии а вдруг у них были очень плохие отношения что-то должна была сказать от фигачили блин хрена какого-то да а я говорила тебе никуда не соваться ну и правильно сделали что так так она должна была чем прокомментировать ну мне кажется смотри мне кажется если ты представлял страну если страна тебе дала до героя своей страны то ты вообще победила гражданство если я не ошибаюсь она если я не ошибаюсь поводит белоруссии так она родилась в россии но у нее родители все равно из белоруссии нет она она начинала это она начинала когда подростком было но она по национальности все равно белорусская то есть если ты правильно в том что в россии у нее как у спортсменки при общем высоком уровне развития биатлона и достижений русского биатлона у нее не было никаких перспектив поэтому до приехала в беларусь до вспомнила родину получила гражданство и так далее и тому подобное то есть во всем в этом виден изначально всегда расчет и что она думает думаешь из-за этого она просто как бы посудится с властью которая давала и деньги я квартиры я ничего не думаю мы 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 сейчас говорим давай лучше скажем что 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 правильнее что правильнее как правильнее поступить я считаю что если ты публичный человек и что-то представлял как-то тебя то есть кто ты герой лукашенко или герой беларуси ты реши для себя и скажи ты пытаешься усидеть на двух стульях по мне это некрасиво то есть если бы она поддержала лукашенко и эту власть я бы это больше понял чем то что вот сейчас происходит вопрос не в том как как я отношусь к домрачево и что она должна прям вот там брата поддержать может действительно плохие отношения но извини когда всех вот так вот избивать и когда конкретно уже лично в твоей семье это касается какие бы у тебя не были отношения там внутри ну надо уже какую-то свою позицию сказать она говорит у меня нету позиции я ничего не могу сказать я просто я окей а окей а значит возвращаемся тогда откуда такая вообще берется позиция бесхребетность ангела мерки встретилась тихоловской многократно высказывалась о том насколько ее трогает нарушение прав человека что наводит там санкции против беларуси при этом а под минском начинается огромнейший многомиллионный евро за евро проект с постройки небеского завода который лоббирует тибетское правительство да а как теперь я вот относиться к словам и слезливым заявлением мерки потому что ей пофиг на беларусь почему как я могу вообще сравнить меркель и добрый я еще с самого начала говоришь и белорусам не на кого рассчитывать доброчевой доброчева живет с бьордолином она у них вместе так сказать пардон общее хозяйство которое находится в далекой чудесной сказочной снежной грустной и интересной серой норвегии ну так ей добила на беларусь ложить также как ну так мерки так прими гражданство норвегии скажи мне ложить на беларусь и вообще никаких вопросов не будет а ты знаешь что то приняло или нет ты уверен что у нее нет норвежского а я ну давай посмотрим да как ты посмотришь я знаю много граждан германии чехии которые имеют два паспорта хотя это нельзя да у которых есть белорусские допустим паспорты чешские на белорусской границе не предъявляют белорусские так они граждане чештотей ну скажи об этом расскажу то есть это плевать это просто опять же что все белорусы цепляются за каких-то людей до которые должны их защитить при том что они себя ведут совершенно наивно и падет как она она не туда и оттуда же не требуется каких-то шочет защитить она может продолжать быть тренером китайской сборной то есть здесь вопрос знаешь как если некоторые лидеры нации вот дома рычева во многом многими людьми считается лидерами нации но она ничего не говорит ну слушай но для тебя для тебя вранье группу глупость а многие люди ждали от него чего-то и все многие люди это какая-то маленькая прослойка городской интеллигенции большинство людей которые живут в маленьких городах и деревнях вообще не знает какая добра чего им для добра чего для них это как знаешь не знаю конфуции до такой же в общем-то лидер нации белорусской кто-то читал кто-то слышал но никакого вообще представление влияние у не имеет реального понимаешь так и добра чада прекрасно почему она так прокомментировал потому что первое этот брат вообще по барабану до лампочки до второе что-то скорее уже не только белорусская гражданка и второе что-то занимается бизнесом спорт это бизнес а для ее бизнес такие заявления будут вредны она потеряет деньги потеряет влияние и возможность заколачивать бабки поэтому на сделать такое заявление все до этом . но здесь новая хорошая новость кстати да подожди я хоть я хотел просто параллель провести есть еще одна ну сейчас известная спортсменка белорусская это арина соболевская это соболенко соболенко извините это теннисистка довольно высоко находится в рейтинге то есть да второе место занимала даже в рейтинге это вот то есть она конкретно как бы поддерживает вот силовиков то есть она против всех этих оппозиционных штук и очень так жестко у себя в инстаграме по этому поводу высказалась как бы мне например я против ее позиции но это хотя бы честно понимаешь честно смотри она совершенно глупа потому что она в силу своей малолетности или отсутствие интеллекта она не понимает что есть существует европейский теннисный стеблишмент до который вообще да в самом деле распределяет определяет и смотри ты не системе только получают призы за лорадо так сказать и там не знаю америка об и дыры и другие 80 процентов вообще это рекламные контракты различные которые получают звезды теннис с которых они живут как там курникова как там другие так далее это чистый шоу-бизнес и вот эта девочка которая решила там что-то поддержать она влезла должна была молчать как рыба вообще это самая умная позиция она бы получила ли где-то когда-то возможно отгребла эти контракты но сейчас силу общего плохого отношения до к властям белорусским она этих контракт и просто не получит это вопрос бабок она по сути решила себя части гонорара зачем потому что она чувствует что до звездой или супер звездой тенниса уже не станет скорее всего до останется до родине и ей нужно будет создавать здесь белоруссии собственный бизнес который должно будет поддержать государство как была история с мирным до максимом который пользовался невероятной поддержкой государства получал возможность для строительства своих собственных спортивных объектов может где-то и так сказать налоговую скидочку где-то еще что-то и а при этом он прекрасно участвовал во всех государственных акциях кстати мирный снил опять же раньше времени александра григорьевича что видимо делать для его бизнеса не надо было потому что в любой момент его эти спортивные центры заявятся веселые ребята с пожарной инспекции с адапидем станции с других чудных организаций просто в общем-то очень культурно интеллигентно объяснят что высказывания шефа были неправильными поэтому с нынешнего момента проверяем и платим по полу а вот в общем то все резоны понимаешь резоны очень простые они очень шкурные и понятные ясные при этом как бы мирному в будущем нужно как бы выстраивать на западе свою карьеру поэтому тут надо решать а карьера до западе она будет приносить реальные деньги это не подскребыш вот этот по карманам мирных мелких граждан которые водят детей до занятия теннисом там деньги другие и уровень другой те же школы божда или магазин или чего угодно под брендом макса открыть там не знаю в других близлежащих странах где люди обладают большим количеством денег и могут больше покупать продукции вот и все тут просто надо взвешивать до резоны за против чем ты хочешь заниматься насколько ты известная личность и что для тебя выгоднее в данной ситуации чем занимаются спортсмены как представители бизнеса это не спорт что вася рви за советский союз получишь медаль за отвагу а потом уйдешь на пенсию полным инвалидовая те забуду тут история совершенно другая еще раз напоминаем нашим зрителям и слушателям будьте осторожны и внимательны с коронавирусом очередные рекорды бьются особенно в россии каждый день просто все больше и больше случаев чего не было офигительная вторая волна про беларусь просто даже нету данных потому что никто никому это сейчас не интересно но это явно тоже все повышается в украине повышается в общем все везде опять коронавирус нету вакцины до сих пор просто ребята будьте ну stay safe как говорят в сша тут ничего сложного на самом деле маска два метра от людей и мойте руки постоянно я думаю что будет будете в безопасности потому что как видите цифры пугают и в соединенном королевстве опять все понеслась все больше и больше случаев индия блин по 60 тысяч в день госкоро индия уже на первое место выйдет по количеству случаев это вообще трындец конечно то есть и в испании опять в италии все вот больше соседние внизу больше кстати первую волну очень хорошо прошла сейчас что-то опять почему-то потому что польша в начале очень все закрыла все перекрыло все нормально было сейчас что-то у них опять началось что ребята давайте аккуратно смотри да когда в чехии я высылал себя статью где анализируется дико вид а вообще какие-то психолога философские социальные аспекты отношения европейцев к виду тут вопрос не болезни а вопрос эгоцентризма себя любия европейцев которые успели за несколько месяцев когда было некое послабление по иметь такое количество контактов и настолько нарушить все мыслимые и немыслимые сады питер биологические нормы что а в общем то им говорили что да ребята будьте уважительны друг другу носите эти повязки чего творилось в июле в августе метод в ленте шли постоянно сообщения вообще в барах клубах пошли on legal рейвы да там в англии франции люди просто там упивались обдавашивались полностью резину никаких там повязок какие повязки и естественно какие могли быть результаты действительно вала продолжилась геннистическая вот это желание удовлетворить любым способом в общем то свои желания она привело к тому что в европе опять вспышка отсутствие полное уважение к окружающим естественно будут помирать слабые старые и немощные от этого дела молодых помрет мало безусловно но европейцы в этой ситуации могли вести себя более сдержанные культурно хотя бы как повели китайцы которые до сих пор я не знают минске сколько вижу китайцев да они все до сих пор носят маски по идее не могу сказать сушки бы в белоруссии никаких штрафов и туда смотри а белорусы там чё родные что ли данную в баню то есть я сниму маску буду там пить воду пиво плеваться там курить налево-направо и так далее кого я видел а сегодня везом 30 китайцев 40 до в силу так сказать работы в учреждениях где много представителей этой национальности 98 процентов были в масках хотя нигде не висит белоруссия объявления белорусы сами ходят без масок кашляют сморкаются и так далее это норма эти люди были все в масках они находясь на чужой территории где они могут они знают что тут можно отрываться делать чего хочешь они с уважением относятся и к себе и к другим людям у европейцев из-за такого зашкаливающего гедонизма до такого эгоцентризма этого просто нету это отсутствует сейчас они стали постить вас мадрид вот у меня идет с брюсселя с голландии они стоят в вас как со слезами на глазах лет бы фашизм и достутся со всех сторон заставляют что-то делать мы там хотим не хотим этого и так далее ребята туда даже было как-то регулировать вообще свои эмоции свои желания в какой-то период времени а как могло быть по-другому в алтаве посмотри был на мосту был стол поставлен летом и там было общее гуляние в чехии кстати в чехии сейчас зашкаливают уровне к вида и там играли с двух сторон диджеи и стояли эти столы люди принесли еду питье оде ели пили без масок и там вообще отрывались на этом мосту через реку реку да там мест праги ну а к чего это могло привести при том что баса еще было больных людей зачем это делать было надо пообщаться с друзьями можно приватно есть там электронные средства там телефон личная какая-то встреча и так далее но это было специально показано да как конец этой эпидемии хотя конца еще никто не видел об этом никто не заявлял да вот чем дело и а вот это вопрос современного вот этого так называемого цивилизованного общества когда человек свои интересы свое желание получить удовольствие ставит выше жизни другого человека я совершенно серьезно есть у меня знакомые которых умерли родители это невероятная трагедия люди не могут психологически до сих пор от этого то есть что тут добавить или отнять это европейский но за за и безответственность я еще немножко как бы в оправдание могу сказать вот во многих азиатских странах это прошло намного лайтовей потому что у них уже до этого кому сколько лет 10 или 15 лет назад был вот этот сарс как атипичная пневмония эпидемия она конечно по попроще прошла но там именно на в азиатских странах рубануло и там уже были подготовлены меры если такое повторится а вот для всех остальных для всех остальных слушай вообще честно альбертыч еще до всех атипичных пневмоний а те азиаты которых я видел они уже тогда носили маски и они продавались и года два-три назад я купил себе не маски за такие повязки зимние потому что у меня есть такая аллергия я ходил в этих повязках да и в минске до меня буквально при том кстати что в тот момент было а в минске эпидемия гриппа невероятная я ходил в этой повязки потому что у меня знаешь аллергия чтобы так сказать уменьшить эффект от этой аллергии на меня буквально фактически показывали пальцем как и до азиатов которые ходили в этих повязках да при этом все сморкались всем было плохо но все равно ехали в трамвае кашляли понимаешь ли заливая ли этим бюро сняком пол трамвая там да вот сморкались не имея даже кстати носовых платков большинстве своем в рукав там и так далее или там перчатку размазывали это по поручням и все ехали и довольны то есть получали от этого немеренное удовольствие что ли вот такие крутые без шапок без повязок и так далее то есть демонстративно показывали свое наплевательское отношение не только к себе но их окружающим людям это просто элементарной без культуре и а так называемые люди цивилизованных стран пытаются разными способами свободы либеральности демократии пытаются свое вот это без культуре и а просто оправдать каким-то образом вот и все по следам это воде читать по следам наших публикаций в прошлом выпуске мы говорили о том что погибли 95 процентов живых организмов в отчинском заливе на камчатке теперь в течение недели появилась информация оказывается это природное явление действительно вице-президент российской академии наук андрей адрианов объявил что почти полная гибель морских организмов в отчинском заливе на камчатке была вызвана не загрязнением воды химическими веществами а аномально активным цветением морской воды известным как красный прилив такое цветение следствие слишком активного размножения микроводорослей которые выделяют ядовитые для беспозвоночных вещества ну действительно многие ученые это подтвердили с этим конечно интересно что несмотря на все это даже когда не было еще известно что произошло вот руководители камчатки специально приехали убрали весь пляж и все равно сняли видео о том что смотрите ничего нету все нормально даже даже оказалось что нету вины человека в этом нету какого-то за что могут пожурить бедных руководителей камчатки все равно надо сделать вид что все хорошо но конечно ничего хорошего что погибли организм и тут уже как человек к этому отношения не в сибири на дальнем востоке камчатке я понимаю что кто-то приехал и надо было довести порядок но честно там такой бардак там брошенная техника там какие-то срубленные спины и деревья я понимаю что к начальству приезда там все вырезали отправили до вообще все это показуха какая-то до жуткая ненужная вместо того чтобы заняться и подумать о том как в будущем вообще избежать таких проблем а проблема ведь там самом деле связано с потеплением с хозяйственной деятельности человека она не связана с конкретными организациями это связано в принципе вообще меняется климат появляются новые виды которые становятся превалирующим как была трагедия сейчас скажу года два назад с опыте в польше с опыт это такой городок курортный рядом находится в общем-то гдыня до бывших гданьска до гданьска это бывший танцы немецкий а вот с опыт это чудесное место для отдыха до балтийском море там очень много развлекательных учреждений всяких кафе музеев вообще классное место я очень это место люблю скажу честно там кстати до берегу да 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 находится крутейший отель в котором помимо тины тернер фила коллинза там еще другие звезды шоу-бизнеса адольф гитлер там отдыхал и так далее то есть различные представители творчества творческой интеллигенции там отдыхали там очень вообще красивое место и там зацвела вода и там весь полностью курортный сезон ушел да и многие поляки поехали отдыхать там не знаю в палангу в литву и так далее поскольку там купаться было невозможно поляки даже выставили кстати там полицейских вдоль побережья там очень классные песчаные пляжи и причиной было тоже как бы не хозяйственная деятельность что кто это загадил а проблемой было изменение климата просто появились а водоросли которые вызвали невероятное цветение и просто загадили воду и там просто невозможно было купаться нормально полноценно отдыхать так далее да то есть это уже не первая история и иду опять же какие были сделаны выводы местные дадут никаких выводов человечество и делает и все к сожалению будет усугубляться хотя хотелось бы чтобы нет кто-то делает слушай но кто-то делает выводы человечество договориться не может к сожалению по каким-то банальным даже вопросам не может договориться а ты хочешь про глобальное потепление чтобы они договорились заканчиваем потихоньку нашу передачу как всегда отвечая на ваши комментарии тут ну конечно было несколько комментариев про кыргызстан вот я зачитаю александра романенко интерес я попытаюсь как бы с его сарказмом интересно слушать про феодализм и борьбу кланов в кыргызстане от белорусов вы мирно выходите под палки омона а феодальные меняют кланы вас хватают на улицах а другие скидывают офигевших правителей в кыргызстане нет программы но программа в беларуси самая лучшая просто сместить последнего диктатора европы в украине после разгона детей вышли в защиту а в беларуси девушки закрывают грудью мужиков когда бьют детей все кричат позор жалкие вы вам бы кто-то разрулил все а вы будете дома сидеть удачи вам ну александр романенко разве это в нашей программе мы как-то по-другому что ли что-то говорили ну то же самое обратите внимание что как какова ситуация в кыргызстане вообще там кто-то в этой ситуации сейчас может разобраться потому что там введены войска там один бывший президент на свободе какие-то группы людей которые воюют там вообще власти нет это просто дикое поле как писали историки здесь какие-то группы людей которые болятся вооруженным образом за власть но красный результат приз и прекрасные результаты украины в экономике и так далее как раз по поводу кыргызстана заочно отвечает кадыров анарбек не знаю не знаю кто вы как вас зовут впервые вас вижу и слышу но кто дал вам право осуждать дядя дядя имеющий лишний вес несет какую-то чушь в голове у себя покопайтесь прежде чем какой-либо народ осуждать что они феодалы отсталые тому подобное вы просто трусы и все сами признаете что трусы да вы знаете да да обратите внимание вы спросили у интеллектуально умных подководных и совершенно не феодальных киргизов чтобы они объяснили какие вообще цели у противоборствующих сторон да какая у них есть программа и вообще если таковая помимо бесконечной вот этой борьбы и войны которые там происходит вы попросили разъяснить до что в общем то помнишь известная история да когда подиковский да все отвечал сам дурак да там да или там отец федор вот это ответ такого же уровня да то есть но я опять же в защиту на самом деле самый популярный комментарий просто к прошлому выпуску был от улана баялиева который внезапно с кыргызстана и он пишет на самом деле вы угадали наше общество делится на север и юг соответственно разные кланы и лидеры совершенно с вами согласен никто программу партии не читает народ идет за определенным своим региональным лидером из-за этого постоянное недовольство и частая смена да все тема закончена вот то что я хотел услышать все остальные ребята как говорится идут гулять отдыхать курить выпивать если можно по здоровью и так далее все вот человек как ту ответ которого я хотел услышать я не случайно говорил про борьбу кланов я слышал и говорил с киргизами я просто хотел услышать честный ответ от честных людей которые вообще в теме разбираются признание спасибо большое этому человеку за честный откровенный ответ мы это очень любим и поощряем честность и откровенность открытость оскорблять знаете помнишь как остап и брагивович бедр говорил нам хамить не надо вы сами хамы поэтому чё не поделаешь дорогие пишите в комментариях ваши впечатления от этого выпуска спорте с нами добавляйте с удовольствием читаем собственно для вас это все и делается вы видели и слышали стефаныч альбертыча бывайте здоровы живите богато альбертыч и стефаныч клевещут